привет зритель сейчас мы по избежания крушения камеры уберем одно животное там где и котеночек есть и молочка может попить ну получится записать получится не получится но уж это извиняйте тест такой как бы экран я сейчас не вижу мы вроде как стабильные статичные в одном положении скажем так и микрофонов тест и картинки тест и ракурс такая ли тест ну и это положение я думала спросите смр писать или нет а потом думаю да как получится там уже не очень громко говорю я пришла к выводу что мне надо либо площадку под видео камеру условно для штатива отдельно почему я к этому пришла можешь глянуть в мои телеги если телегия запрещает или у тебя нет телеги даже если нет телеги алирегия запрещает потому что можно в телегу зайти допустим этого с браузера и глянуть то я тебе скажу страшную тайну сейчас я гляну как у меня там пишется как бы голову там не стояла визит у меня может не совсем тот но у флага если вот так наверно поставлю тапки тут мои я про них забыла так вот у веселками и фотокамер тоже пластик сони на нем экономят в районе гнезда очень слабый такой хиленький пластик а гнездо я имею ввиду куда площадка от штатива присобачивается и вот за год использования фотокамеры сони у меня случилась такая проблема конкретная там местами даже вроде скотчем заделала думала чем бы еще таким заделать а за 4 года использование видеокамеры сони у меня эта проблема постигла ну как там в одном месте кусочек пластика откололся у гнезда плюс в другом месте небольшая трещинка вот недавно эта проблема меня постигла а я иногда бывает так что снимаю площадку надо что-то другое присобачить и потому я подумала что или нужна отдельная площадка но для такого штатива я не знаю вообще реально или сейчас купить дополнительную площадку делают ли их отдельно либо же купить все таки пусть и даже не на метр шестьдесят как вот это штатив другой рекамовский штатив но не пластиковый как сейчас вот идут а именно алюминий пластик с нормальной головкой не по ходу дела то ли действительно площадку я попробую еще посмотреть может на алиэкспресс отдельно на площадке продаются ждать 300 лет может где-нибудь так вообще продается само по себе как оно по цене из доставка потому что на зоне я пока не нашла на вайтбрис вообще глухо ну или плюнуть и заказать действительно еще один штатив который при случае допустим можно взять летом в деревню и не геморрится потому что другой штатив другие два они у меня тупо или для микрофона пушки или для кольцевой лампы кошка по моему все маленькие такие шарики уделала тогда я еще хотела купить но я что-то не видела таких шариков маленьких продавали а в озоне на базе выдачи у них на елочке как раз такие маленькие шарики я потом уже эту елку отдельно на камеру засниму уже как она есть может быть все таки не очень видно ой сломалась сломалась совсем игрушка кошки пойдет я так тихо кладу хочу сказать спасибо ольге и настя за донат и они пошли у меня счет видеокамеры и на дополнительные аксессуары для камеры ну для съемки для для технических средств ой для съемки вот она упала я блин что-то так как она сейчас упадет такой громкий звук будет у меня наверно по улучшению в голове смр идет просто потому что ну не очень громко говорю елку новогоднюю говорят что это раскрасил как елка новогодняя да там на себя всякую украшение серебро золото нацепил вот елку новогоднюю можно нарядить очень хорошо говорят что надо чем больше елка новогодняя наряженная тем лучше да неужели у меня один шарик есть есть один шарик обалдеть он выжил в этой суровой реальности кошка против елки у меня тут вообще такое у меня тут пакетик с дожечком так это от какой-то игрухи вроде какой-то и щеклянный мешочек от деда мороза мне как самого деда мороза возможно уже нету божья коровка та еще мама покупала для меня деда морозика повесим сюда я сегодня вспомнила что у нас на механке были отличные советские от мороза снегурочка но когда-то случился пожар который ну в общем спровоцировал этот пожар один сосед и очень много что пропало потом у людей с сарайками рядом с той сарайкой где якобы случайно случился пожар ну просто какой-то без веревочки там стрелочка непонятная выдержит не выдержит такая какая-то хренатень принципе можно попробовать прицепить и эти деды морозы снегурочкой по ходу дела были под шумок уперты и наши подвальные сарайки мне так очень жалко я конечно был шанс что их упер кто-то другой из родственников родственников но не то чтобы упер это можно сказать что взяли и никому не сказали тихо стырил и на и пошел называется на солдат у меня тут есть какая-то открытка с новым годом можно куда-то просто поставить ее я сегодня родственникам зашла за ключом своим от сада потому что завтра бумагу туда хочу свести три пакета и это самое они а у них уже так все красивое я говорю елку что поставили да я влюблена я еще не поставила это дед морозик кстати от грин мамы когда-то они на закат вкладывали такие игрушки там были дед морозики снеговички еще какая-то для бедения у меня сколько этот дед морозик охранился и кому-то разгорело у меня тут есть гирлянда надеюсь она горит еще одна гирлянда ну мы узнаем сейчас горит или нет коробка елочные игрушки написано открой меняешь и смотришь тут наверное советские стеклянные я стеклянные не вешаю потому что у меня вот эти сначала кишка потом дашка тут внутри алиска они такие интересные то выгляди раздолбают ну в общем короче безопаднее и для игрушек и для меня для кошки не вешать стеклянные игрушки вот это на окно потом а у меня же теперь окно то такое пластиковое я в прошлом то году в прошлые года в этой квартире вешала эту хреновину на дверцу окна деревянного которая нихрена не закрывалась а это у нас филляндия в этой в таллине покупала в четырнадцатом году осенью когда там была ну в общем я тут положу потом поверьте это мне кажется малой библиотеки которые есть только на бумаге и там под конец но какой-нибудь конкурсы были какую-нибудь игрушечку подкидывали литературное мероприятие тоже сейчас может тоже есть литературное мероприятие во первых я ничего не пишу уже довольно давно во вторых как бы когда тебе годами делают всякие пакости 10 лет не общаются а потом вдруг здрасте приехали мы твои лучшие друзья как-то не хочется уже никуда ходить такое место сразу таким хикканом становишься я досмотрела вчера последнюю серию уже не онгоинга бочи за рок ну бочи за руку наверное в общем этот одинокий рокер и вот у меня игрушки теперь не видно меня так бомбило от того что она хиккан а над ней может конечно не стебутся но выглядело это именно как стебутся эти подружки которые вовсе не она социофоб а они наоборот я такой уже вроде как социофоб становлюсь все эти игрушки спрятались под этой самой фигней это будет супер елка наверное у меня не скажем так никогда такой не было она маленькая такая супер елка супер украшенная да тут тоже у меня две коробочки со стеклянными игрухами а пластиковых вот тут вот есть по моему то пластиковый пластиковый шарик да это пластиковый шарик я по нему стучу не потому что у меня асмр головного мозга тут еще колокольчик какой-то потоп на так колокольчик был игрушек от другой игрушечки они все были с колокольчиками просто как бы понять если это пластик то хотя бы ой тут уже висит что-то если это пластик то принципе как бы он не разобьется тут висит что-то я намутала и теперь фикс путаешь и застепаешь это снять надо обратно ну а что где-нибудь так повесить только теперь как бы снять какие-то такие то другие на руку раздолбаешь но если только этот вот чуя я сниму вот этот шарик а тут будет висеть не обмотаю вот тогда на потом когда буду убирать елку как-нибудь соображучи с этим сделать елку обрезать этот шарик появишься в другое место куда-нибудь прям здравствуй елка новый год в том плане что она вся такая тут бусики мне дарила подписчица лена из белоруссии да что такое стеклянная было бы конечно круто вас присобачивать стеклянные игрушки может когда-нибудь у меня случится настоящая натуральная елка большая и я вас туда присобачу так что было нельзя было уронить вместе с елкой соответственно раздолбать точно кажется тут шарик уговорила кошку что тут будет один шарик как бы символ шариков тех что они тогда побыли коробочкой под хрен знает чего сашина каша кино на белая как бы в кадре она туда ну чё зрители вот она елочка моя стив я сейчас уберу тут веточка которая уже отломилась а ее кошка уже погрызть успела елочка шарик который отломилась эта фигня может кошка им поиграть он правда большой вон там гирлянды я их еще не втыкала вот этого дед мороза я сюда поставила там площадка которая сняла вот такую мне площадку надо под рекам я думала может бушные продают а фиг знает я же привыкла что новое покупать хотя вот я планирую одну штуку купить было бы на что купила притупила блин дополнительный экран не надо для одной камеры и он от 10 тысяч даже не нет ну короче даже восстановленный скажем так этот экран вообще на самом деле это смартфон даже восстановленный 1015 это стоит потому что именно такой модели уже как бы сняли с производства эти тут этот показываю я просто слушая наверное мысленно хотела тебе похвастаться я же сегодня убралась генерально и у меня как бы меньше хлама стала меньше хлама больше места я еще решила вот смотри мне тут вечно такой бардак был много всего я просто убрала с косметичку со всякими этими помадами просто подумал ну там лаки еще подумал что я в принципе как бы сейчас пользуюсь только одной которая то ли блеск то ли помада плодочку меня тут лежит по умолчанию маску эту я так еще и не сделала я убрала все что мне на данный момент не пригодится и чем я чаще пользуюсь и оставила пока вот только то это не было заявлено на уход но она у меня стояла когда пыль протирала на столе компьютерном я его обнаружила и вспомнила это этот крем который как бы просроченный лицо им особо не помажешь потому что белый какой-то след отстаётся ну как бы он нормально но не очень а для ног он пойдет я вот его решила заюзать чтобы он потом пустых баночках был хоть он не заявлен о там занавеска которая у меня висела на балконе но кошка помогла фигне на которой висела занавеска больше не не функционировать я ее сняла постирала и хочу вместо ну короче повесить немножко в другом месте но тут-то всегда было не особо ну смысле вот после в этот год не особо много было барахла вот я сегодня убиралась тут и дарю так вслух дедушка вот ты ее делал чисто чтобы над столом висела хотя на механке она была как-то момент и над кроватью висела носит такая шона не предназначалась эта полочка для того чтобы тут всякая такая требуха стояла что лежишь так помираешь в очередной раз руку протянул в ухо закапал голову кайлашом помазал там еще чего-нибудь я помню как я в начале года кому-то обещала бы зреть эти книжки с этой полки может даже не в начале года но в этом году короче я постараюсь в следующем году это сделать пледик на котором алиска любит спать и я иногда но я и пожертвовала этот пледик как-нибудь химчистку снесу постирать это как бы еще и немножко тур рум-рум-хум этот обзор комнаты правда у меня за навешано там и на окошечко не повтыкаешь но суть такая что я хотел похвастаться я тогда еще когда окно вставила балконный блок у меня тут было меньше барахла вот в этом месте а сейчас так вообще совсем минимум этот штатив который я отдельно хочу обозреть просто потому что его собиралась отдельно обозреть правда тут он на нем сейчас еще головка немножко не от него от кольцевой лампы одной из вот это все мои склады тут я разобрала наконец-то этот пакет с травой правда мне теперь я не знаю куда чай ставить которые если получится перед новым годом запишу этот обзор как я планировала этот остатки был и роскоши коллекция чая лёльки чайные эльфи тут у меня травы и внизу немножко травы но по большей части бумага ну как бумага всякая такая там черновики рисунки хрен знает ноты какие-то мои самопальные что-то еще хотя вот здесь вот ну ты самопальные но их надо разобрать у меня во первых папочка треснула во вторых местами они в разнобой там файлики как бы то все сейчас узнаем сколько у нас градусов ниже нуля фокусируйся уже ну короче где-то там эти 22 или как-то так внизу у меня под ней стоит пылесос я когда чай разгребу хочу этот пылесос обратно убрать причем зритель прикинь пылесос со мной больше 15 лет мы с ним в браке в 15 лет скажем так я только сегодня когда выкидывала ну насосавшийся мусор из штуковинки крышка у меня где-то сохнет ванной короче эту крышку увидела увидела что заметила там одну деталь которую пятнадцать лишним лет практически 16 не замечала такой шок был думаю то ли она сломалась то ли она так было не думаю понимаю что ну так было думаю обалдеть и здесь смотри тут совсем мало барахла вот здесь так вообще пусто у меня там последний момент до уборки стоял сундучок там сначала в нем был чай а потом в нем было эти ну всякие злат серебро эти украшения мои теперь тут только латные диски это подлокотники потому что у меня все время был бурсит из-за того что я долгое время проводила печатая всякие рефераты самой себе у компа там медиклава я наверное уже в следующем году попрыгаю с бубном и попробую ее подключить старую инструкцию по применению я потеряла новая инструкция по применению мне не помогла там еще и линуксину на обновить как бы может ее обновить а потом уже попробовать вот там немножко но как было так и осталось а может сейчас включить гирлянду выключить камеру а потом включиться заново и показать тебе все дал давай елку то со всех сторон сверху снизу спереди и сзади на малюсенькая может и не надо было такую покупать тата у меня там просто но она короче стала разваливаться совсем особенно там то что втыкается вверх вниз и в жопку тут чуть-чуть изменилась книжки которые были у стола сейчас вот здесь там японская учебничка краткий такой надо вот я два года практически как у нас команда рухнула так мне стало не за письменного я по как-то надо может первого января позаниматься по ней я еще то все по приложениям по приложениям а вручную так как-то не записывала лентяйка ваще да жуткая лентяйка люлька не знаю будет заметно тремор или нет вот этот вот куда не повешу ли его это пусть пока тут стоит да он у меня это по моему это на новый год эти китайцы вешают это подписчик вас когда-то подарил из китая с любовью скажем так китайская штука китайцами сделанная вешается под новый год если не путаю а вон там открытка которую мне анонимус с уругвая прислал анонимус тифаретника которая лжер мне было на тифаретнике сказано анонимусами что если ко мне какой-нибудь хейтер снова придет то посылать его на лжер так вот если кто-то будет смотреть и захочет папа поболеть каменты папа побольше в каменты пожалуйста а еще сходите на лжер чай еще тут показать вообще я же елку должна была снимать только если вопрос почему он там тапочки в которых я обычно вожу то я ванну принимала я сейчас это в сланте которых обычно в душ хожу ладно сейчас пока вырублюсь и включу уже когда эту гирлянду ставлю если она будет гореть но в любом случае включусь ну шо зритель пока я тут весело гирлянду у нас случилось первое падение елочки мне конечно хотелось бы на окно повесить как у моих соседей но меня зацепить тупо не за что и у меня соседи с собаками я подозреваю что собаки это не кошки ну кошка кошки рознь просто и во первых зацепить не за что во вторых я не может и есть там как можно как-то зацепить но я не знаю как повесить в третьих у меня есть животное я хотела сначала вторую поставить вот сюда но тоже есть шанс что чего-нибудь уронится смотри я веточку эту воткнула сюда чет подумала чую выкидывать ее можно сделать украшением к тому же шариком мы не прониклись мешок с игрушками еще пока не убрала ну и в итоге у меня стало как обычно бывают вот эти гирлянда конечно жалко у меня было две таких шикарных советских гирлянды одна как свечечки другая как снежинки снежинки по моему сдохли еще на механке может они не совсем сдохли можно и было их сделать но кажется возможно даже я их отдала чтобы их сделали но то ли она так там на том конце провода понравилось что мне ее не отдали заиграли сказали что делать нельзя то ли ее вообще кто-то трюк из кому не ездил вот она короче елочка моя гирляндочка моя от того снеговика мне все казалось что у меня что-то было на двери в прошлом году может там какой-то скотч был фиг знает но скотч я на другой стороне не обнаружила поэтому я взяла просто скотч по бокам и присобачила его вот а там кстати глазок но это же вторая дверь этот глазок роли не играет никакой а то фигню я повесила на кухне потому что на кухне как бы тоже хочется чего-то такого красивого сделать он там меня антресоль на которые занавеску повешу в ней елочка хранилась игрушки вот такой небольшой бардачок чисто специально для тех чтоб кто-нибудь по поболел давайте елочку еще раз покажу причем у меня гирлянда для елки зажглась я уж думала что она сдохла оказалось на облажать как-то на нее поинтереснее может оси свет выключить как-то это сейчас я выключу свет посмотрю как будет гирляндой там в коридоре еще свет так светло-светло о сегодня можно лечь спать и оставить одну включенную гирлянду я не знаю на елке стоит оставлять гирлянду включенную буду спать с гирляндой красотень там рюкзачок видно я собираюсь завтра до сада с бумажным мусором не отрить ухо не чтоб ключи телефон и возможный кошелек но смысле кошелек друг мало ли чего были так чтобы и рядом и при этом не мешали я решила чтобы рюкзачок им самое то ну чё зритель повтыкал ты на елочку на ну с наступающим тебя зритель новым годом пусть тебя не раздавит ну в том плане типа этого счастья здоровье денег побольше любимое пожелание моей одной подружки я тут молчу мысли подбираю до новых встреч с тобой зритель пока под скриптум зритель желаю тебе под елочку какой-нибудь подарочек который тебе самому хочется и да если хочешь легику тоже что-то подарить или просто задонатить там где-то на экране будет облачко задонателю реку ну и это пока